Москва один из самых дорогих городов России. Однако, ограниченный бюджет не повод отказываться от поездки в столицу. Главное знать основные фишки, которые помогут вам потратить меньше денег. Где остановиться? Планируя путешествия, одно из дел, которое мы решаем в первую очередь, это вопрос с жильем. Если вы едете большой компанией, можно остановиться в хостеле, заняв целую комнату. Если же вы один, есть вариант остановиться у кого-то из друзей или родственников. Это очевидно. Если и такого варианта нет, то имеет смысл подобрать какой-то хостел. Вряд ли вы будете много времени проводить в помещении. Вы ведь приехали посмотреть город, погулять, повеселиться. Тем более, что сейчас хостелы в Москве не только недорогие, но и красиво и стильно оформленные, а также оснащены всем необходимым. Общей кухней, рабочей зоной или зоной отдыха. В хостеле Netizen на Римской, например, настолько атмосферная лаунж-зона, что выходить отсюда даже не хочется. Если бы у хостелов были бы звезды, то Netizen собрал бы все пять. Хозяева не поскупились на дизайнера, а также на удобные кровати, душевые и отдельный этаж под рабочее пространство. Кстати, это сеть хостелов. Остальные два находятся в Петербурге и Будапеште. Ночь в общей комнате обойдется от 630 рублей, а всего за 1500 и вовсе можно снять отдельный номер. Несмотря на то, что он эконом-класса, там есть все необходимое. Если вам бы хотелось переночевать где-то поближе к центру, то в 300 метрах от Кремля есть капсульный отель «Молотов», где одна койка места обойдется в 1190 рублей за ночь. Точнее, койка капсула. Или же обратите внимание на хостелы, которые находятся в Москва-Сити. Об этом, кстати, в отдельном выпуске. Линк на ролик я прикреплю в описании к данному видео. Где поесть? Крыша над головой есть. Продолжаем идти сперва по базовым потребностям. Дешевле есть не в ресторанах и кафе, а дома. И в тех же хостелах есть также возможность приготовить пищу. Однако, поход по ресторанам и кафе тоже своеобразная туристическая программа, поэтому пропускать ее не рекомендуется. А вот узнать секретные места в сфере питания лучше заранее. Пожалуй, главной московской столовой можно назвать столовую 57, которая находится в Гуме. Пообедать туда ходят не только туристы, но и москвичи, так как считается, что это одно из самых недорогих мест общепита, несмотря на то, что располагается она в самом центре. Желательно приходить туда несколько раньше обеденного времени, так как очередь набегает быстро. Но и ее можно воспринимать как попытку вернуться в советские времена. Цены здесь в самом деле невысокие. За борщ с пампушками вы заплатите не более 100 рублей, за солянку не более 80. Но есть и другие бюджетные варианты. Если вы приезжаете в будние дни, то во многих кафе и ресторанах есть возможность взять бизнес-ланч, содержимое которого варьируется в зависимости от дня в неделю. В ресторане Муму можно взять ланч как за 293 рубля, так и подороже, примерно за 350. Но взять побольше блюд. Здесь же есть возможность взять блюдо на вынос со скидкой 50% за полчаса до выхода. Неплохой способ сэкономить на ужине. Во многих заведениях есть также так называемые счастливые часы, то есть время, когда действуют какие-то акции. Не поленитесь и изучите этот вопрос заранее. Если вы хотите посетить в Москве какое-то более роскошное заведение и при этом не сильно потратиться, подпишитесь на московских фудблогеров. Они рассказывают о том, где поесть, что поесть и на какую сумму. А также проводят целые обзоры такого рода заведений. Один из таких блогеров – ресторанный критик Георгий Бекин. В его инстаграм можно найти информацию и о верандах, и о лучших заведениях национальной кухни, и даже где продают лучшую шаурму. В инстаграме вы найдете его под псевдонимом «Отец Фудоргий». Что посмотреть? Как и любому туристу, наверняка вам хотелось бы узнать Москву поближе. А кто ее знает лучше всех? Конечно, местные жители, которые в курсе всех секретных мест и которые могут поделиться различными лайфхаками. А также покажут самые необычные места в городе. Заходите на сайт Tripster. Здесь вы найдете огромное количество самых разных экскурсий по доступным ценам. Гиды Tripster не просто экскурсоводы. Среди них – историки, журналисты, архитекторы. Те люди, чей опыт и знания помогают узнать о городе как можно больше и как можно более интересно. Экскурсии здесь можно выбрать по интересам. Существуют даже экскурсии с диктором Первого канала, она же стендап-экскурсия. Если же вы более ограничены в средствах, вы все равно можете прикоснуться к историческому и прекрасному. Приложение Easy Travel было создано с целью дать всем путешественникам возможность стать ближе к культурному наследию. Аудиогиды представлены не только по России, но и почти по всему миру. Здесь есть возможность выбрать как уличный тур, так и гид по музею. На какие мероприятия попасть бесплатно? Ваш верный помощник Куда Го? Москва. Там вы найдете все. Интересующие рестораны, музеи, парки, выставки, а также сможете узнать, какие бесплатные мероприятия ожидаются в ближайший месяц. Составьте себе программу заранее, чтобы не тратить время после приезда. Есть уже готовый список must-go мест, в которые всегда происходит что-то интересное, где вход или бесплатный, или недорогой. В ДНХ. Здесь сосредоточены выставки для посетителей любого возраста и сферы интересов. И бесплатный среди них тоже есть. Павильон «Умный город». Инновационное интерактивное пространство, где сосредоточены новейшие цифровые решения и технологии. Здесь есть и зона «Медицина будущего», где вы сможете наблюдать о новых принципах взаимодействия врачей и пациентов. И зона «Интеллектуальный транспорт», позволяющая узнать, какие изменения происходят в транспортной системе и что они дают. На нижнем ярусе делового центра Москва-Сити, в вестибюле станции, с говорящим названием «Выставочная», находится галерея метро, где представлены фотоработы известных и начинающих мастеров. Чтобы попасть на выставку, достаточно иметь билет на метро, а лучше заранее приобрести карту «Тройка». И, конечно, если у вас получится выйти из местных подземных лабиринтов на улицу, то вы сразу попадете в самый центр Москва-Сити. Нехорошая квартира Булгакова на Большой Садовой, где несколько лет проживал и сам писатель, превратилась в музей-квартиру, которая позволяет посетителям ощутить дух времен, в которые проживал писатель. Как передвигаться? Если вы не поклонник метро и предпочитаете передвижение на авто и сами водите, то наилучшим вариантом будет установить себе приложение каршеринга. Каршеринг позволяет не только передвигаться по городу самостоятельно, но и не платить за парковку, как в случае, если бы вы использовали свое авто или взятое в аренду. Так, например, во многих центральных местах Москвы парковка будет обходиться в 380 рублей в час, а паркуясь на каршеринге вы не заплатите ничего. Несколько каршерингов на выбор. Белка Кар, Дели Мобиль, Матреш Кар, Ну и, конечно, Яндекс Драйв. Белка Кар предлагает поездки от 5 рублей за минуту и от 2,5 рублей за минуту ожидания. Автомобили, которые предлагаются сервисом, включает в себя Kia Rio, Volkswagen, Mercedes-Benz. Дели Мобиль предлагает тарифы от 9 рублей в минуту и располагает более богатым выбором авто. В Матрешке цены на передвижение также составляют от 9 рублей в минуту и от 2 рублей в минуту за ожидание. Лично я использую Дели Мобиль и Яндекс Драйв из-за большой зоны покрытия, что мне максимально подходит. Если вы посещаете Москву в теплое время года, вы можете взять также в аренду велосипед или самокат. Здесь огромный выбор вело и самоката шерингов. Из самоката шерингов могу порекомендовать Юрент или Вуш. Для велопрогулки подойдет велобайк. И если вам понравилось данное видео, поддержите его лайком. И не забывайте подписываться. У нас в Пелли много всего интересного из мира путешествий.